Есть такой параметр, который называется «харизматический взгляд». У харизматиков совершенно особый взгляд. Это было обнаружено путем анализа большого количества харизматических личностей. Чем отличается взгляд харизматика? На бытовом уровне это выглядит, иногда это можно представить, во-первых, как будто глаза светятся, вот они реально светятся, излучают свет. А во-вторых, есть иногда ощущение, что он смотрит как будто внутрь вас, в глубину, как сквозь вас, на самом деле это просто расфокусировка зрения. То есть если вы будете расфокусировать ваше зрение, у вас получится создать вот этот вот эффект харизматического взгляда. В истории личности, в психологии личности, есть много исследований, которые говорят о том, как харизматичные личности вырабатывали у себя этот взгляд. Например, Александр Македонский очень долго смотрел на изображение, на портрет человека перед сражениями, и у него появлялся вот этот расфокусированный взгляд. Гитлер очень долго смотрел на женское изображение, несколько часов иногда в день у него появлялся вот этот взгляд. Сталин делал то же самое. То есть все вот личности, о которых мы знаем, у них вырабатывался этот взгляд, вот этот вот взгляд как сквозь. То есть когда ты смотришь на человека, но ты смотришь за него немножко, там на метр, на два, как бы в глубину. Это очень интересная вещь. Конечно, у харизматиков много и других параметров. Например, харизматическая стратегия поведения. Харизматики любят появиться, они как бы недоступны, они загадка. Они появляются, они себя демонстрируют, они что-то о себе интересное рассказывают, потом раз — и исчезают. А где они, кто они, что они, как до них достучаться? То есть непонятно, они просто исчезают. Это тоже модель харизматической личности. Дальше, если пойти вот ниже по списку, то появляются у нас ожидания аудитории. Ожидания аудитории, связанные уже с конкретным каналом трансляции информации. То есть аудитория одного канала одного ждет от человека на экране, другого другое ждет. В интернете третье ждет, на эфирном канале четвертое. То есть везде разные каналы и разные ожидания аудитории. Допустим, если в интернете ждут коротких каких-то роликов и короткие передачи, там большее количество лайков набирают короткие ролики, то в традиционных эфирных каналах этот параметр не столь существенен. Социокультурные ценности — это тоже очень важный компонент. То есть человек должен демонстрировать те ценности, которые в данном обществе считаются безусловными. Вот есть некие ценности, через которые мы не можем переступить. Ценность человеческой жизни, например, в нашем обществе. В каком-нибудь племене Мумба-Юмба, я сейчас не рискну точно назвать в каком, но где-нибудь, может быть, это не так ценно, человеческая жизнь. Возможно. Или на каком-то историческом отрезке, ну, допустим, в период Великой Отечественной войны, люди жертвовали собой. То есть ценность выживания нации была намного важнее, чем ценность человеческой жизни отдельно взятой. И это, в общем, культивировалось. А сейчас этого нет, сейчас это безусловная ценность, и это надо демонстрировать. Индивидуальный диалект — это тоже то, что люди ждут от экранного персонажа. То есть зритель хочет видеть каждого разным. Он не хочет, чтобы вот одинаково было. То есть если вы показываете студентов, например, в вашем рекламном ролике одного за одним, и они все приблизительно об одном говорят, и приблизительно одинаковые, и приблизительно с одинаковым радостным выражением лица, это не то, что хочет зритель. Зритель хочет очень разного, демонстрации разных параметров и разной игры. Следующий компонент имиджа — это содержание выступления. То есть то, что говорит человек в кадре, это очень важный имиджевый компонент. Но еще может быть важнее то, о чем мы практически никогда не задумываемся. Вот второй пункт здесь — это отношение к содержанию выступления. Мы очень часто думаем, что мы скажем, да? Как вот мы перед камерой будем действовать, а как мы сами относимся к тому, что мы говорим. Смотрите, если мы говорим что-то на камеру, но при этом мы думаем, как мы сейчас выглядим, что там зритель о нас подумает, правильно я делаю или нет, ой, я нос почесал, боже мой, что ж теперь делать, да? Ой, я забываю текст, все, сейчас какое следующее предложение? Вот это будет демонстрация отношения к тому, что мы говорим, и это будет очень заметно. Иногда человек, ну, бывает, расплывается в улыбке, что-то конкретное говорит, но ты видишь, что у него там вот винтики работают в голове, и он сейчас думает о совсем другом. То есть очень важно, чтобы то, что вы говорите, совпадало с вашим отношением к тому, что вы говорите. Если вы хотите создать позитив, то вам самим должно очень нравиться то, о чем вы говорите. Вы просто должны опиваться процессом говорения, да? Тогда и зритель тоже будет понимать, что вы реально что-то важное говорите. Это будет передаваться очень серьезно. Ну, социальное амплуа — это тоже то, что влияет на формирование имиджа. То есть, конечно, у нас есть какие-то социальные роли, за рамки которых мы можем выходить, но не очень далеко. И вот на экране лучше следовать социальному амплуа. На экране вообще очень часто используется такое понятие — прототип. То есть типичный представитель какого-либо класса людей. Ну, допустим, типичный профессор, да? Вот он как выглядит. Ну, это обычно кто-то, ну, как правило, говорят, мужчина, как правило, пожилой, редко когда представляют женщину, в очках, с бородкой, с портфельчиком. Это вообще классика жанра. И очень серьезный, да? И вот когда, например, ну вот я же говорю, ну я же профессор, ну я же действительно профессор. Ну по какому параметру? То есть не по какому. И поэтому, понимаете, когда зритель меня увидит, я должна буду ему еще доказать, что я реально профессор, что я много чего знаю, да? А если бы на моем месте просто стоял вот тот самый прототип, ему не надо было бы ничего доказывать аудитории. Аудитория бы ему автоматически уже поверила. Поэтому, конечно, когда вы думаете о том, кого подобрать на экран вот в качестве какого-то амплуа социального, конечно, надо выбирать прототипы, приглашать там вот на роль профессора не меня, а вот кого-то вот, ну соответствующего этому параметру, для любого рекламного ролика. Если вы хотите другой там какой-то имидж создать, имидж, ну какого-то необычного учебного заведения, тогда нарушайте, конечно, этот параметр. Ради бога. Следующий — это управленческая культура. Управленческая культура — это параметр тоже, который обеспечивает наш имидж. Это параметр, который говорит о том, что в каждую единицу времени мы должны контролировать то, что мы делаем. То есть все наши действия должны быть обоснованными. Следующий параметр — это доктрина человеческих отношений. То есть зритель ни на минуту не должен сомневаться, что человек на экране существует для него, не для себя, а для него. Поэтому когда мы действительно много думаем о том, как мы выглядим и что мы делаем, мы не создаем вот этот вот контакт, эту коммуникацию. Деловой и социальный протокол. То есть в некоторых случаях мы вообще не должны нарушать нормы. Вот есть какие-то нормы, которые никак не должны быть нарушены. Но, грубо говоря, врач в операционной должен быть, извините, в соответствующем стерильном, ну, каком-то халате или одежде специальной. То есть если мы в каком-нибудь рекламном ролике покажем врача в операционной, одетого в джинсы и свитер, вы понимаете, что это слишком. Это, конечно, демократично. Это, наверное, может быть современно, это слишком. То есть есть какие-то нормы, но за которые точно нельзя переступать, через которые нельзя переступать. Ну и современный имидж. То есть имидж должен соответствовать текущему состоянию представления об имидже, за исключением тех случаев, когда нам надо создать впечатление чего-то архаичного или солидного, или какого-то вот, ну, такого, старины какой-то. Теперь давайте перейдем к компонентам имиджа. Ну, первый компонент, он называется экзистенциальная точка имиджа. Я о нем на занятиях немножко говорила. Поэтому буквально два слова. Это те параметры личности человека, которыми мы не можем управлять. То есть они воспринимаются как имиджевые, но мы ими управлять не можем. Например, если мы от волнения краснеем или бледнеем, это будет считано как имидж. То есть мы, ну, зритель поймет, что волнуется человек, да, или руки трясутся на экране, да. Зритель поймет, что волнуется, но мы это не можем, мы не можем этим управлять. Хотя в имиджмейкинге есть другие параметры, которые позволяют это компенсировать. Ну, например, сильный грим. Вот почему рекомендуется перед съемками действительно гримировать, и мужчина, и женщина гримирует, и этим нельзя пренебрегать. Потому что грим у нас позволяет на маяках, позволяет компенсировать какие-то, я еще буду говорить какие-то, но очень многие параметры, которые в минусы работают по отношению к какому-то конкретному имиджу. Например, вот такой слой тонального крема, он иногда и пудру, да, он помогает. Иногда действительно человек потеет, бывает, от волнения. И не только от волнения, а от софитов потеет. Но аудитория не знает про софиты. Аудитория думает, что человек волнуется, вот, или краснеет, да, то есть, ну, есть такие моменты, которые можно компенсировать другими компонентами. Взгляд — это очень важный компонент. Вот я когда вам говорила про харизматичную личность, вот я вам привожу пример харизматик, узнаете? Ну, я взяла нетипичные фотографии, скорее всего, не узнаете. На самом деле, это Джин Керри, актер известный. Маска фильм, да, у которого очень-очень подвижный имидж. Просто тут он сильно молоденький, а тут он уже сильно старый. Но обратите внимание, у него глаза, вот взгляд, что здесь они горят, что здесь они светятся. Просто контрастность разная. Но вот этот вот самый взгляд, о котором я говорила, горящие глаза, он и там, и там присутствует. И если вы хотите на экране создать эффект, что вы действительно очень заинтересованы в том, о чем вы говорите, это очень важно, уметь включать вот этот вот сияющий взгляд. У фотографов на самом деле есть такое, ну, они иногда даже говорят, включи глаза, вот фотомодель. И фотомодель знает, как это сделать. Это на самом деле делается, ну, довольно-таки легко, простым напряжением мышц вот нижнего века, когда вы их чуть-чуть подтягиваете, ну, как бы напрягаете, да, чуть-чуть. И некоторое время не моргаете. У вас появится такой блеск в глазах, ну, просто слизистая оболочка, да. И у вас взгляд, он станет действительно реальным, вот таким вот сияющим. Будет всем казаться, что вы просто очень-очень-очень вдохновлены тем, о чем вы рассказываете. Вот. На самом деле контакт глаза в глаза, я вам здесь пишу, что в обычном общении он занимает от 20 до 40% времени, когда мы разговариваем с человеком. И это действительно очень важно. Очень важно, когда вы, например, говорите на камеру, очень важно соблюдать эту пропорцию. Если вы все время будете говорить в камеру и будете смотреть только в камеру, все время, которое вы на экране, для зрителя это будет как эффект очень сильного давления психологического. Ну, то есть, вы знаете, это даже у животных, вот они в смотрелки, в гляделки играют, да, вот стоят там две собаки и смотрят друг на друга, кто кого переглядит. И когда мы вот в упор все время смотрим в камеру, это создает эффект, что мы реально хотим пересмотреть вот того человека, который сейчас на нас смотрит. Поэтому, ну, в камеру немножко куда-то еще скользящий должен быть взгляд, который все время переходится взгляда непосредственно вот в объектив на какие-то другие компоненты, да. При этом вы должны понимать, что если вы вообще в камеру не смотрите, то у зрителя это формирует эффект, как будто он вам полностью безразличен. То есть, вы заинтересованы в общении с кем-то другим, не с этим человеком. С кем-то другим. Вот сейчас меня, допустим, камеры снимают, я в них редко когда смотрю. И зритель, который будет смотреть это видео, ему будет очень понятно, что здесь сидели люди, которые были для меня важнее, чем камера. На сто процентов. Ну, у меня, собственно, задача такая. Я же не на камеру сейчас говорю, а для вас. Но если бы я говорила на камеру, я бы очень четко заботилась о том, чтобы, ну, вот какое-то время, вот прямо вот ровно в объектив посмотреть, во все камеры, сколько их тут есть. Вот. То есть, это надо учитывать. Кроме того, есть очень важный момент, который заключается в том, что чем более опытен человек, чем более он солиден, и чем более уверенно он себя чувствует, тем он больше смотрит в глаза другим людям. Это абсолютное правило. Поэтому, если вы хотите создать такой эффект на экране, да, то контакт должен приближаться все-таки к 40%, а не к 20% в камеру. И следующий момент, он связан с тем, когда мы смотрим. Смотрите, вот мы разговариваем с кем-то. Если мы не чувствуем себя очень уверенно, то мы обычно делаем так. Мы обычно, когда слушаем человека, мы очень внимательно на него смотрим. Киваем и смотрим ему в глаза. Когда мы с вами говорим, мы обычно, ну, вот как-то вот так вот говорим, если мы не очень в себе уверены, да. Если человек уверен, вот в той коммуникативной ситуации, в которой он находится, обычно он делает наоборот. Когда он говорит, он смотрит прямо в глаза. Когда ему говорят, он может отводить взгляд. Поэтому вот на экране, когда вы говорите что-то самое важное, вы должны смотреть в объектив. В другие моменты вы можете использовать периферический взгляд. Вы можете куда-то смотреть. Не очень часто. Потому что если вы будете все время смотреть, вот как бы вспоминая что-то вот там, это два эффекта создает. Первый эффект, что вам не очень интересно все, что вы сейчас делаете. А второй эффект для зрителя, который это видит на экране, что где-то там за пределами экрана есть что-то более интересное, какая-то другая жизнь. Он тут же вспоминает о том, молоко убежало на кухне. «Так, мне надо еще сделать это, мне надо еще сделать то». То есть вы глазами его как бы уводите вообще от экрана. И вы можете его спровоцировать на то, что он просто это выключит и пойдет делами заниматься. Он вспомнит про реальную жизнь. Но это, конечно, надо очень сильно глазами водить, чтобы прямо-то уж совсем так зрителя к этому подтолкнуть. Но это реальность, да. То есть ваш взгляд не должен выпадать из ситуации взаимодействия. Следующий компонент имиджа — это смысл речи. Смысл речи, о чем вы говорите. И что именно вы об этом говорите, очень вас характеризует. Потому что про одно и то же событие, которое с вами было где-то, вы разным людям рассказываете разное. Друзьям одно, родителям другое, коллегам на работе третье. Одно и то же событие в вашей жизни произошло, истории будут разные. То есть это характеризует ваш имидж. На экране очень важно конкретно, о чем идет речь, чтобы ваш внешний облик совпадал с содержанием того, о чем вы говорите. Это очень важный момент. И вы должны иметь в виду, что у нас в речи всегда есть элемент подтекста. Да? То есть я могу вам все рассказывать, я могу все время говорить, ну вы меня понимаете, о чем я говорю, правда же? Ну вы понимаете вот сейчас, о чем я говорю, или нет? Ну понимаете, наверное, да, на что я намекаю, в принципе. Вот это вот элемент подтекста. Что у нас появляется, когда у нас появляется подтекст? Любой подтекст в экранном исполнении воспринимается как флирт. Вы должны это иметь в виду. То есть мы переводим официальную коммуникацию на личностную. Субтитры создавал DimaTorzok